Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Сегодня хочу приготовить очень простой и очень вкусный пирог с песочным тестом, песочно-миндально-коричным тестом с корицей, с творожно-ягодной начинкой. Короче, это будет вот такая штука. Он очень простой, очень вкусный. Вот наверняка вам понравится. Для его приготовления вам понадобится предварительно нарезать и заморозить сливочное масло. Я тоже сделал предварительно очистить и предварительно поджарить в духовке, подсушить вот такой горчневый миндаль. Я тоже сделал полный перечень ингредиентов и основные этапы рецептов в конце ролика. Готовить такое песочное тесто можно и вручную, и ножами порубить, и можно вымешивать как-нибудь миксером. Но гораздо удобнее пользоваться кухонным комбайном с ножами вот такого типа. Наверное, надеюсь, он у вас есть. Сначала требуется измельчить миндаль до состояния муки. Теперь добавляю сахар. Лучше всего использовать вот такой вот мелкий или вообще сахарную пудру. Измельчение сахара нужно, чтобы тесто было более эластичным. Медаль я подсушивал и поджаривал для получения характерного вкуса и аромата. Если вы обычную муку миндальную положите, такого эффекта не добиться. Вот так вот, наверное, что-то похоже уже на правду. Хотя сахар, конечно, еще немного крупноват. Теперь соль, муку и корицу сюда. Надо, чтобы в сухом виде все хорошо смешалось. Отлично. И вот только теперь можно добавлять замороженное масло. В таком комбайне все смешивается быстро. Рубить смесь с ножами надо до получения песка. Вот такого. Теперь яйцо сюда. Пара вжиков. И тесто готово. Остается его раскатать. Между двумя листами бумаги для выпечки. И делать это надо очень быстро, чтобы не успело нагреться. Ну и сразу выкладываю тесто в форму для пирога. И бортики надо формовать как можно аккуратнее. И сейчас хотя бы на полчаса, а лучше на час, убрать эту форму в холодильник. Тесто остынет, слегка нагревшееся масло в нем стабилизируется. Короче, будет лучше. Перерыв. Продолжаем разговор. Белки надо отделить от желтков. К желткам немного сахара. Примерно половину всего сахара, который в начинку идет. И взбить до плотной светло-желтой пены. Именно светло-желтый. Вот такой. Теперь сюда немного ванильного экстракта. Если его нет, добавляйте ванилин или ванильный сахар, что найдете. И перемешать до однородности. А белки взбиваю отдельно. Щепоткой соли. Взбивание я занимаюсь, чтобы начинка была более воздушной. Сахар к белкам тоже надо добавить. И кукурузный крахмал. Отлично. Что касается начинки. Мне нравится консистенция более однородная. Такая более тонкая, что ли, более нежная. А творог у меня достаточно крупнозернистый. Поэтому я его пробью блендером до однородности. Вместе со сметаной. Если же вам нравятся крупинки, можете не пробивать. Смотрите, какая паста получается замечательная. Начинка готова. Остается только смешать все вместе. Делать это надо аккуратно, лопаткой. Ягоды у меня были заморожены. И я их вынул из морозильника тогда, когда и тесто начинал готовить. Сейчас они уже в подходящем состоянии для добавления в начинку. Какие именно использовать? Дело вашего вкуса. Все. Собираем пирог и в духовку его. Выпекаться он будет при 170 градусах в уже нагретой духовке. Это у меня уже греется давно. Время выпечки зависит от размера формы. Вернее, даже не от размера, а от толщины слоя начинки в этой форме. В моем случае это зовет примерно минут 50-60. Верхний и нижний нагрев без конвекции работает все. После окончания выпечки я духовку выключаю. Пирог оставляю в духовке остывать. Приоткрываю слегка дверцу. Минут на 20 хотя бы. Самое сложное в этом рецепте – это дождаться остывания пирога. Когда он стоит в духовке, пахнет на весь дом ароматной. Это какое-то вообще издевательство. Ладно, давайте уже пробовать. Вот этот вот вкусман. Такой мощный запах корицы. Просто класс. Очень нежная начинка. Ягоды дают такую классную кислинку. Свежесть, я бы сказал. Ваниль чувствуется. Очень тонко. И вот корж, вот эта основа пирога коричневая, коричная – это класс. Это очень классная штука. Как видите, короче, очень просто. Очень легко готовить. И я думаю, такой рецепт стоит брать на вооружение и вообще оставлять у себя в закормах. Какой вариант, ну, относительно быстрого пирога. Быстрее не по ожиданию, потому что час ждать, когда он выпечется, а то и больше. Если у вас высокая форма, а под своим трудозатратом на этот пирог. Так что готовьте и наслаждайтесь. Спасибо за компанию. Всем пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!